Саакашвили призвал провести досрочные президентские выборы на Украине. В Барселоне прошла массовая акция против независимости Каталонии. США начинают учения стратегических ядерных сил. В воскресенье около здания Верховной Рады в центре Киева состоялась так называемая «Народная Веча», организованная бывшим губернатором Одесской области Михаилом Саакашвили. По информации местных СМИ, на площади собралось около 400 участников акции, которые держали в руках государственные и красно-чёрные националистические флаги. За охранной правопорядкой следили 700 сотрудников полиции и нацгвардии. Во время выступления на акции протеста Саакашвили призвал проведению досрочных выборов президента Украины. По его словам, Пётр Порошенко и депутаты Верховной Рады должны уйти, если они не выполнят требования митингующих. «Если президент будет и далее игнорировать требования протестующих, то мы должны решить, что он должен уйти и переизбрать нового президента». При этом Саакашвили подчеркнул, что демонстранты не готовят государственный переворот. Вместе с тем он добавил, что у протестующих есть механизмы смены власти. Экс-губернатор также предложил использовать новые механизмы во время досрочных президентских выборов, в частности, Праймерис. 29 октября в Барселоне состоялась массовая акция против независимости Каталонии. Её организаторы заявили, что число демонстрантов превысило 1 миллион человек. Между тем, по данным властей города, в акции приняли участие около 300 тысяч человек. Участники демонстрации несли государственные флаги Испании и требовали посадить в тюрьму отправленного в отставку главу правительства Каталонии Карлеса Пучдемона. Между тем, в Мадриде выразили надежду, что каталонские чиновники подчинятся решению о прямом управлении регионом и встанут на сторону назначенного центральными властями руководства. Соответствующую позицию высказал глава МИД Испании Альфонсо Дастис. Он также допустил возможность участия Карлеса Пучдемона в региональных выборах, которые пройдут 21 декабря, если экс-глава женералитета не будет на тот момент находиться в тюрьме. В понедельник, 30 октября, США начинают ежегодные командно-штабные и полевые учения стратегических ядерных сил под названием «Глобальный гром». Об этом сообщили в стратегическом командовании Вооружённых сил Соединённых Штатов. Целью манёвров называется проверка подразделений во всех зонах ответственности и оценка их общей оперативной готовности. В ходе учений будут отрабатываться действия по стратегическому противостоянию, космические операции, операции в киберпространстве, методы ведения электронной войны, противоракетная оборона, разведывательные действия и так далее. Личный состав штаба стратегического командования ВС США, его компоненты и подчинённые подразделения принимают участие в учениях «Глобальный гром-2018» для проверки готовности действовать в условиях неопределённости, а также обеспечения надёжной, несокрушимой и эффективной силы стратегического сдерживания, находящейся в состоянии боеготовности, говорится в сообщении Пентагона. Стоит отметить, что Вашингтон заранее уведомил Москву о проведении манёвров, как того требует соглашение о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений.